Привет, я это Роу 96, и мы продолжаем прохождение четвертого эпизода. Третий эпизод у нас закончился не очень хорошо, мы встретили таксиста, который нас грохнул. Итак, с нами Соня Санчес, добро пожаловать. Важные новости, дорогие зрители. Удалось найти того, кто видел подростка в розыске, о котором шла речь в предыдущем выпуске. Позвоним свидетелю. Привет, вы в эфире. Как вас зовут? Зовите меня Джеральд. Привет, Джеральд. Поздравимся с ним. Это тот таксист, кстати. Привет. Итак, Джеральд, вы видели подростка? Да, подвозил. Расскажите, ну что же там было, язык проглотили? Я хотел еще кое-что сказать. Вам лично, Соня. Что такое? Я до вас доберусь. Я отбросил труп. Ну что ж, эти меня прямые эфиры. Продолжим. А теперь взглянем на результаты последних опросов избирателей. Ну, Флорес что-то проигрывает конкретно. Похоже, Тирак опять поварите. Какое облегчение. Как вам известно, что у Санчес очень озабочен о ситуации с молодежью, которая продолжает пропадать. Взглянем на наш сегодняшний выпуск подростков в розыске. Итак, сегодня будет необычный эпизод, потому что я собираюсь выбрать человека, за которого я буду играть очень плохо. Потому что ранее я играл, ну, пытался играть хорошо, поддерживать собеседник и тому подобное. А сегодня у нас будет злыгень. Ну вот, наверное, 14-летний подросток, у которого с собой 17 баксов. Его разыскивают очень долго. Он очень плохой, наверное. И ему 1928 километров до границы. Выбираем его. С вами было шоу Сони. О, да. О, мы наконец-то поедем совсем с другого маршрута. Интересно посмотреть, что это будет за рассказ. Снова на тачке. Да ладно. Надеюсь, я один поеду. Пассенджер. Здорово, Джон. Ага, забавно. Спасибо, что мимо не едешь, мелочь. Мистер Гризли сломался. О, конечно, чем могу помочь? Мне нужно найти таксофон и позвонить. Вот у меня карта, держи. Видишь, маленький грузовичок? Мы здесь. Сейчас посмотрим. Так, вот это маленький грузовичок, как он миленько нарисовал его. Значит, нам нужно доехать до таксофона. То есть сюда. Вот так вот едем, едем, едем. Здесь туалет, по всей видимости. Здесь у нас городок небольшой. Раз статуя какая-то есть. И телефонная будка. Окей, я понял. Север, юг. А, можно выбрать маршрут. То есть, ну вот я проложил. Север. Север. И на запад. Все. Подтвердить. Идем. Фар заклеенный скотчем. Это тюнинг. Братиши. Зеркало целым. Ну так что? Куда тебе не зло туда так? Как меня подобрать? Ну, у трассы 96... Да никуда особо к бабушке въехал. Лучше быть тебе от тачки избавиться раньше, чем доберешься. А, он сечет фишку. Не переживай. Я за тебя. Ну хорошо. Так, а под открытым небом ночевать безопасно или как? Нет бабок, нет выбора. Это безопасно, в основном. Главное не злоупотреблять. Дороги бывают одиноко, а если Флорес победит, станет проще, как думаешь? Соглашусь, но не думаю, что у нее получится. Со всеми этими запугиваниями избирателей и прочими штуками. Ну понятно. Придется в объезд. О, копы. Сортиры в чистом поле. Налоговые поступления Петри пошли в дело. Так, понятно, здесь не проехать. Тогда выберем другой маршрут в объезд. Самый короткий путь не прокатил. Так, мы здесь сейчас. Значит, едем на юг, можно на заправку заехать. Потом поедем на север. Или вообще вот так вот объехать. О, нет, так объехать не получится. Значит, на север. Потом на юг. И вот мы приехали. Подтвердить маршрут. Поехали. Что еще расскажешь? Какой ты здоровый, в тачку не ввалишь? Нам надо добраться до таксофона. Не люблю бросать свою тачку. Так далеко. Ну хорошо. Куда вы ехали? Да, просто прямо. Ага, конечно. Вы заперли свое авто, наверное. Да, но слишком много людей его ищут. Таксофон, отлично. Юный падаван, я быстро. Роберт, меня слышно? Роберт, слышно или нет? Роберт! Черт, возьми! Теряем время, молодежь! Мне надо добраться до другого таксофона! Да я уже понял. До другого будет очень далеко. Он вообще в другой части карты находится. Ладно, давай посмотрим. Значит, мы сейчас где? Мы вот здесь вот стоим, правильно же, понимая? Значит, нам надо на запад. Еще на запад. На запад. На запад, на запад. А, ааа, сбросить на строки, понятно. У меня всего четыре маршрута. Ммм, логически подумать надо. Ну ладно, давай запад, запад, запад. Точнее, не запад, а юг. Юг. Это в объезд, нет, так не прокатит. Юг. Запад. Запад. И север. Подтвердить. Некогда время терять. Гоним! Да едем мы, едем. Несемся как можем. Может на заправку зайдем, а? У меня там топливо может закончить. Да должен же здесь хоть кто-то быть с таксофоном. Уверен, мы его отыщем. Не дергаешься. Ну это хрэшу. Что за музло такое? О! У меня там постер с Флорес лежал. Мы тут в жизни не пролезем. Да ё-моё! Просто огромное дерево на дороге. Помечу на карте. Окей. Сейчас, подожди, я сзади посмотрю, что там за постер. О! Монетка, надо взять. Постер у меня листовка-агитка за сенатора Флорес на грядущих выборах. Это хорошо. В чёртовой инфраструктуре Петри. Таксофон есть в округе, а? Я просто не умею карты читать. Да есть ещё один таксофон. Вон, сейчас давай. Проложим до него маршрут. Здесь мы не проедем, значит, да? Хорошо, значит, на север. И ещё раз на север. И там будет таксофон. Не переживай. Всё, погнали. На вино-агаз, львёнок. А у всех детей львёнками назвать? Не везёт, а! Дорога заблокирована. Я пометил блок на карте. Поехали дальше. Хорошо, хорошо, хорошо. Значит, придётся ехать обратно тогда. Чё? Значит, юг. Блин, а как юг? А как туда добраться? А, нет, стой, 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 стой. Я понял. Значит, мы едем на восток. И вот таксофон. Подтвердить. Погнали. Мы снова едем. Таксофон, наконец-то! Подожди здесь мелочи, я быстренько. Алло, Роберт? Да, у нас тут какая-то проблема нарисовалась. Грузовик сломался. Ага, прямо там, прикинь. Да. Передатчик в порядке. Всё окей. Точно. Ага. Ладно. Я буду там. Ну чё, как? Дозвонился? Ну, полегчало. Да, да, спасибо. Вы упоминали передатчик. О, успех. Да. В смысле, нет. Ага. Это незаконно же. Я знаю. Ты кое-что слышал. Ну, лучше об этом забыть. Теперь назад, к мистеру Гризли. Надеюсь, всё в порядке. Всё, а то вот мелочь. Какое облегчение. Возить такую штуку – дело опасное. За мной даже бандиты гнались, ты прикинь. Мой друг скоро будет. Ты, пожалуй, лучше езжай отсюда. Вот обещанное бабло. 40 баксов. Ну, спасибо. Ваш секрет надержных рук, как я могу ему сказать? Могу? Нет, не могу. Спасибо, Джон. Надеюсь, доберёшься куда хочешь. Удачи в этом мега приключении. И тебе того же. Блин, я сел в тачку сразу. Да ё-моё, я хотел побродить там. Может, тачку посмотреть его. Теперь мы знаем, что его грузовик называется Гризли. Мы на машине проезжаем очень огромное количество километров. 1329 нам остаётся до границы. Как же мы карту исполосили-то, а? Ты посмотри. Всё, следующее у нас. Отель. Биггис. Называется. Это не совсем отель, это кафешка, на самом деле. Открыто 24 часа в сутки. Бип-боп-бип. Называется местечко. Так, так, так. У нас здесь бабки, мы можем переночевать. О, бомжонок какой-то. Тачка открыта, нет? Обожаю здесь музыкальное сопровождение. Оно такое атмосферное. Просто обалдеть его. Дружись, привет. Записи и закуски здесь. Записи и закуски. Ну, я есть не шибко хочу. Перейти пытаешься? Да. Потому я этим и торгую. Быть подростком в бегах затратно. Я тебя прекрасно понимаю. Мне 14 лет все-таки. Тирак. Можно изрисовать постер? Разгромить. Вот. А я раньше громил постеры Флорес. Надо Тирака громить. А Флорес не разрисовывать. Так, так, так. А здесь у нас что? Туда не пролезть, к генератору. И с этой стороны тоже не залезть. Что-нибудь я здесь по-любому найду. Что-то спрятано же тут может быть. Я больше чем уверен. Или с кем-то познакомлюсь отдельным. Ага, вот смотри. Можно сюда проникнуть. Там сейф с кодом. И здесь тоже у нас код от двери. Картоночка, где могу поспать. Но костер. Недавно кто-то здесь дрыхнул. Мусорки можно же покопаться. Я знаю, что можно. Но здесь нельзя почему-то. Ладно, тут мы все рассмотрели. Все смотрели. А, Флорес тут уже кто-то разрисовал. Флорес мы не будем рисовать. А здесь тачка открыта, нет? Заперта. Все, мы вроде бы здесь все осмотрели. Я думаю, что можно заходить внутрь и посмотреть. Че да как. Че да как. Эй, йо, привет. Чем могу помочь вам? Совет какой есть на дорогу? Ага, ДП увидишь. Беги. Яс. Окей. Привет. Лишней мелочи не найдется. Попрошайничать будем. А давай, почему нет. Успех. Я на игровой автомат похож. Но он тем не менее дал денег мне. Спасибо. Можно музыку заказать? А, свою кассету встать. Ух ты, игровые автоматы. Можно поиграть? А это кто такой? Это же этот. Забыл его имя, но он это гений. Сыграть хочешь? В понк? Обожаю в понк. Ага. Но только один из нас победит, понимаешь? Второго принесут в жертву богам. Понга. Эм, да свершится бой. Давай играть. Играем до трех очков. Окей. Мне бы только научиться. А, вот, я кажется, научился сразу. И джойстик двигается, прикольно. Посмотрим, насколько ты крут. Разве это не самое прекрасное зрелище в жизни? Ты про понк? Ну, тогда игры были примерно такими. Я думаю, что да. Это самое прекрасное в жизни. Опа. Обыграешь меня? Хрен из два. Да, сейчас в легкую обыграю. Если он, конечно, не разозлится. Постоянно, когда встречаю этого пацана, я во что-то играю. Ну, наверное, это... Вот что я делаю с дураками. Э, бэ, бэ, полегче. Я не дурачок. Чё? Чё? Уважай старших. Хотя не знаю, сколько ему лет. Мне-то 14. И я на тачке. Если чё, могу подбросить. Если поддашься мне. Мячик разгоняется. Я могу их срать, в принципе. Вообще в легкую. Есть! Хорошо, хорошо. Чел видит всё как есть. Ну же, ну же, ну же. Опа на. Надо сарик разогнать. Вообще в другую сторону пускануть его. Опа, успел. Ну-ну-ну-ну-ну. Близко. Давай ещё. Ох, разгончик какой. В другой угол. И... Был шанс, но я его упустил. Опа. Да! Я победитель. У меня ещё никто не выигрывал. Мне надо это осознать. Блин. Да. Я тебя первый, кто сделал. О, похавать можно. Выкинь. Мне просто повезло. Ну что сказать. Поражение не просто переварить. А вот бургеры. Запросто. Кстати, я игры разрабатываю. Я сделал злые танки. Кое с кем крутым. Мы вместе ехали. Давай делай слышать. Я тебе раскрою секрет, молец. Ты делал со мной. Я даже продал кое-что этому кафе. Но они меня надули. Мне очень жаль. Месть? Да, они получат своё. Так что не переживай. Ну ок. Итак. Не в курсе, как перейти границу. Я-то не хочу сбегать особо. Но зная одного парня, он знает другого, а тот знает одну девку, она перешла по каким-то секретным тоннелям на границе. Ого. Чего бы перемены не стоило. Если Флорес победит, она снесёт стену? Да я и в канализацию полезу, лишь бы сбежать. Давай про Флорес спросим. Будем топить за неё. Да блин, давай вот это вот. Я третий пункт никогда не выбираю. Скажу начистоту. Личная гигиена для меня очень важна. У меня идея. Пора забрать своё. Ну же. Так, так, так. Сейчас будем пакостить. Ее. Пойдём. А подожди, я ещё в кафешке тут не всё посмотрел. Может тут мелочь или еда завалялась. Я тут ещё что-нибудь могу свистнуть. Так, так, так. Журнальчики. Может кто на чай оставил? Сейчас, подожди, подожди. Может у дядьки опять попросить? Как бы мне добыть денег? Нет. Я думал он меня пошлёт. Здрасте, здрасте. Лишней мелочи не найдётся? Успех. Ё-моё. Три бакса дал. Грег, я понимаю, мы тут все одна бригада, но это мелкота меня достала. Он, наверное, официанту, бармену говорит. А бармен там занят. Подожди, чё? Чё-чё? Заказать что-то. А вот и монетку. Можно монетку взять, монетку? Блин. Здесь бабки кто-то оставил, чаевые. Ладно, у меня денег достаточно, энергии в принципе достаточно. Я больше не буду ничего заказывать и кушать здесь. Туалетная бумага. В туалете чисто. И интересно, что я пытаюсь в туалете найти, а? Думаю, что ничего. Всё, погнали. А, подожди, ещё вот тут погляжу. Мусорка. И вон там какая-то тоже фигня валяется. Всё, чисто. Сектор клин. Мы чё-то будем взламывать с тобой. Может, кот? Работа несложная. Наличку они держат в подсобке. Думаю, я смогу туда пробраться. О, отличная идея. Вроде и воровство, но вроде и нет. Именно. Ну же. Давай, давай, давай. Погнали. У него ещё антенна из рюкзака торчит. Он связь с космосом держит. Он взламывает. Кот. Да этот кот ещё мамонтов видел. Знаешь, кот? Не, не знаю. Но у меня есть снаряга. Когда-нибудь учёные будут изучать мой мозг. Бум. Что я тебе говорил? Ого, сколько тут техники. О, чел. Дверь за нами закрылась. Пойду перезагружу замок. Окей. А я сейчас тут ещё осматриваюсь. Что это за постер? Петриа Таймс. 11 октября 1986 года. Главарь бригады в бегах. А, вон как он выглядит. Томас Карсон. Запасной член бригады. Отбывающий срок за участие в террористической организации. Утверждает, что главарь бригады до сих пор на свободе. Дополнительно Карсон смог только сообщить и его инициалы. БВ. Ммм. Пойдём искать бабки. Да подожди ты. Сломать замок, сломать замок. О, чёрт. Тут дофига всего. И воняет. Взрослые, боже мой. Проверь ящик. И сейф тоже. Да что ты. Да подожди ты, блин. Я так быстро не могу. О, папки. Отлично. 20 долларов нашли. А здесь? Здесь что-то написано. Петриа Таймс. 11 сентября 2006 года. Бригада ответственна за теракт. Всё указывает на то, что чёрная бригада несёт ответственность за ужасающий теракт у стены. Белый грузовик, вызвавший обвал, принадлежит Кони Сэмфорд, 33 года, известной принадлежностью к радикальной группе. Понятно. Погоди, тут статья о теракте. Ммм, сейчас. Я здесь тоже вот чё-то нашёл. Ещё одна статья. Чёрная бригада признана виновной. Суд единогласно признал десятки членов бригады виновными в преступлениях против страны. Преступники арестованы. Но ходят слухи, что несколько важных членов бригады ухитрились ускользнуть от правосудия и всё ещё живут среди нас, притворяясь законопослушными гражданами. Угу. Почитать? Это здорово. Но, может, не время? Сосредоточься на бабках. Какое чтение? Тела некоторых членов бригады, предположительно бывших у стены, так и не нашли. Да ну нафиг! Мои биородители могут быть живы? Где твоя хакерская приблуда? Вот. Я должен дочитать статью. Хакерство. О, да! Получена способность. Круто. Ну? Я могу теперь что-нибудь здесь взломать? Нет, здесь не могу. Так, 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 так. Взломать при помощи нашего хакерского оборудования. Давай сделаем. О, да! Сколько бабла-то, а! Я как знал, что надо играть за плохиша. Эту серию. Так, у нас с тобой дофига бабла. Просто тысяча долларов. Это очень много на то время. Кто-то идет! Спрятаться в шкаф можем, дружище. Давай прятаться в шкаф. Иди сюда. Сиди тихо. Я, кстати, выше тебя. Ну все, это попадаст полный. Хорошо, что он не к сейфу пошел. Что делаем? Я умею таиться, смотри. Ты сказал, это будет просто. Ал, ты в подсобку давно заглядывал? Как-то по-другому выглядит. Как будто тут кто-то был. Пойду проверю. Погоди минутку. Плохие вести. Там пуст. Ладно. Прижму хвост, а. Хорошо, пока. О, нет, нет, нет. Эй, кто там? Беги! Вот это фигня. Подожди. Просто верни, что взял. Отпусти меня, пожалуйста. Выпусти меня отсюда. Нифига я тебе не отдам. Повезло тебе. Катись отсюда, пока не передумал. Фух, прокатило, прикинь. А, ну он бабки, по-моему, забрал у меня все. Черт. Ммм, да. А где Алекс там? Все, он свалил прям окончательно. Ё-моё. Да. Все бабло у коту под хвост. Тачка моя же. Могу открыть. Но нет ключа, как обычно. А где моя-то тачка? Я же на тачке ехал. Ё-моё. Ё-моё. На автобусе прокатились? Хотя на автобусе, по-моему, я катался. Или нет? Нет, не катался. И на такси еще не катался. Хотя на такси я катался. Но мне тогда не повезло. Ладно, давай заплатим за проезд. Поеду на автобусе в этот раз. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк. Прямо сейчас спускайся вниз, ставь лайк и подписывайся, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующие серии. А на этом все. Пока. Увидимся в следующем ролике.